Полгода без горячей воды. Из-за плохого напора мучаются жители 600 квартир. 10 домов на проспекте Шевченко между улицей Довженко и Шампанским переулком страдают от перебоев в водосонабжении. Ситуацией разбиралась наша съемочная группа. Из-за отсутствия напора не тянут колонки и жители проспекта Шевченко с апреля не знают, что такое горячая вода. Перебои привели к тому, что у многих перегорело оборудование, подогревающее воду. Напор очень плохой на четвертом, на пятом этаже. У нас струйка. Иногда я на первом этаже, струйка идет вода. Остальной воды с апреля месяца нет. 10 домов, да, если так грубо посчитать, в каждом доме по 60 квартир. Это 600 квартир в центре города без воды. И маленькие дети, и старики, и пенсионеры. Вы сами понимаете, что проблема у нас существует уже почти полгода. Возмущенные жители пятиэтажек встретились с представителями инфоксводоканала, ЖКСа и работников Приморской райадминистрации. В эти инстанции они обращались не раз. Сначала в апреля был ремонт. На подкачке этой нашей. Потому что ремонт там, вода у нас именно пустала. Представители инфоксводоканала говорят, что выполняют все нормы. И давление в трубах достаточно для пятиэтажек. Мы подаем воду в соответствии с нормой СИП. То есть на сегодняшний день, вот мы в июне месяце проводили первичное обследование. И определили, что на этих домах мы даем достаточно давления, то есть 3 килограмма. Для этих домов по норме снижения достаточно 2,6 килограмма. По словам работников ЖКС, такое слабое водоснабжение из-за старых коммуникаций, которые срочно нужно менять. Проблема давняя. Все трубы, известно, что металлические трубы, срок службы 50-55 лет. И сейчас будем заказывать еще, я хочу заказать экспертизу, потому что есть разница, как инфокс говорит, 3 атмосферы они дают на выходе. Но что заходит, дебет трубы уменьшился, расход воды меньше, атмосферы те же, но объем воды меньше. Сейчас я завтра же вызову с института людей, они сделают анализ этого все и дадут всю причину, будем искать. Но и это еще не все. Жители проспекта Шевченко беспокоят ужасные канализационные запахи. Мы на месяц по 15-16 раз вызываем аварийку. Вот это вот они третьи сутки или четвертые сутки долбают. Все идет, у нас подвала нет, под дом идет. Бонизм ужасный. Жителям снова указывают на старые трубы. Здесь будет работать ЖКС, Фонтанский, совместно с инфокс-водоканалом, начальником участка. И они совместно с рабочими откроют все люки, посмотрят, что происходит. И дальше уже, если требуется, будет замена труб в каких-то частях, для того, чтобы обеспечить бесперебойную, качественную работу канализации. После вмешательства журналистов и долгих споров в тот же день вода появилась, а напор увеличился. Вопрос, надолго ли?